Непобедимому копейскому боксеру Сергею Ковалеву посвятили песню. Клип уже собирает лайки и просмотры в интернете. О том, чем вдохновился музыкант, расскажет Николай Пастухов в обзоре спортивных событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На песню созданный клип. Видео уже размещено на странице Ковалева в соцсетях. Песня, она как бы и не только про Сергея Ковалева, но и про бокс. То есть слова есть, ну, как бы, боксерам, людям, которые занимаются боями. Трек и видео, которое тоже потом сопутствовало треку, было выложено в их группе. То есть Сергей сам курирует и, ну, передал то, что все понравилось, все хорошо. Автор рассказал, что песня не войдет ни в один альбом. Она станет своеобразным гимном достижения междунауральского чемпиона. Хоккейный клуб «Трактор» устроил спортивный праздник в поселке Новосенеглазово. Посмотреть и поучаствовать в шоу собрались более тысячи человек. Праздник прошел на стадионе одной из местных школ и был приурочен к юбилею Челябинска. Гостей приветствовал талисман команды «Медведь». Показательные выступления провели мастера гиревого спорта и стронгмены. На школьных площадках прошли небольшие соревнования по гиревому спорту, баскетболу, воркауту и силовому экстриму. Огромная очередь скопилась вокруг игроков фарм-клуба «Трактора» команды «Челмед». Спортсмены весь день раздавали автографы. Все очень нравится, много детей, позитивные эмоции. Все счастливо. Всегда с удовольствием соглашаюсь за Витя почаще. В это время на сцене выступала группа поддержки клуба «Старлайт». А болельщики из сектора «А» устроили фаер-шоу. Жители поселка такое видели впервые. Хоккейный клуб «Трактор» у нас впервые в поселке. И для жителей это, конечно, очень грандиозное событие, потому что здесь очень много вещей, которых до этого они не видели. Все участники соревнований и конкурсов получили призы и подарки от клуба, в их числе и билеты на ближайшие матчи домашней серии «Трактора». В Магнитогорске состоялся бойцовский турнир «Лучшие из лучших». Соревнования собрали лучших спортсменов Уральского региона и стран СНГ. На бои пришло посмотреть более тысячи болельщиков. Всего состоялось восемь поединков в смешанных единоборствах джиу-джитсу, тайском боксе и кикбоксинге. Открыла турнир женская схватка. Девушки сражались по правилам смешанных единоборств. Здесь применимы любые практики. Ударная и бросковая техника дополняется удушениями и болевыми приемами. Победу в битве без правил одержала чемпионка России Покабудо Галина Якупова из Троицка. За этим поединком наблюдали китайские промоутеры. Теперь Галина выступит на бойцовском шоу в Поднебесной. А после главного боя вечера у местной публики был повод для гордости. Магнитогорец Никита Курчаев победил Артема Кушнарева. Победу одержал Никита Курчаев! Победитель получил важные очки в мировом рейтинге ММА. Челябинские ушуисты открыли новый сезон турниром в честь юбилея города. На соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет. Состязались как в контактных видах ушу, Саньда и Пойнт, так и в бесконтактных. Таулу и Чуантун. Участники, несмотря на юный возраст, уже знают свои сильные стороны. У меня очень ноги длинные и сильные. Я пробиваю жилеты. Ну и руки быстрые. Победа в турнире не главная задача. Его цель – определение готовности спортсменов после летних тренировочных сборов. С началом сезона многие ушуисты переходят в новые для себя возрастные и весовые категории. Поэтому нужно заново определить резерв для сборной страны. В начале октября будет проходить ГТО. Федерация где-то около 500-700 воспитанников примет в нем участие. В конце октября у нас будут проходить сборы Уральского федерального округа под руководством вице-президента Федерации России Кремия Юрия Александровича. Где примут участие воспитанников не только нашей области, но и в том числе всего Уральского федерального округа. После тренировочных сборов в конце ноября спортсменов ожидает первый крупный старт в сезоне – Кубок Урала. Николай Пастухов, ОТВ. Кубок Урала.